А сейчас давайте позанимаемся шинками, да не простыми, а крученными. Возьмем кубик. Вот так вот. Скажем S по Y растянем. Может быть еще. Где-то вот так. Хорошо. Востянули. Так. Так, перейдем в edit mode. Скажем Ctrl R. Вот он он. И... Секунду. Скажем, чтобы 20 R. Ну, чтобы все квадратные были, у меня 23 получилось. Прекрасно. 23. Все, разделили. Так, теперь выделим. Пойдем в модификатор. Возьмем... Вот. С RINGWRAP. Так. Или не его. Извиняюсь. Так. Это уничтожим и возьмем ничто иное. Так. Еще раз. Как... Как... Simple Deform. Вот. Вот. Сделаем аксис по Y. Здесь сделаем 360. В итоге... В итоге вот такая у нас штука получается. Да. Закруточка такая хорошая. Так. А теперь пойдем, скажем, в Shift A. Возьмем курву и возьмем цирк. Так, где она у нас? Давайте мы ее сейчас увеличим. S. Ну, вот так, допустим. Увеличим. И теперь пойдем в курву. А, нет. Вот сюда. Вот здесь. И скажем, что... Немножко не так. Я думаю, что вот это надо выделить. Нам надо куб тогда сделать, да, наверно? Где у него тут? Эплей, наверно, надо применить к нему. Вот, применили. Тогда, если мы вот так вот скажем... Почему-то он здесь не появляется. Интересно, кило. Так. Стоп. Вот так. Нам надо или увеличить это, или уменьшить это. Давайте кружок уменьшим. Вот так. И теперь выделим это. Пойдем вот сюда. Скажем, курва. И курва, скажем, у нас будет вот этот. Циркля. Ну, по игреку, да? Вот, видите? Она у нас уже приобрела нужную нам окружность. Но нужную мы можем сделать только тогда, когда, скажем, вот так. Представим, что здесь будет камушек, или еще что-то, а вокруг будет такая плетенка, да? Далее, конечно, мы можем сказать subdivision. Нет. Вот к этому применить subdivision surface. и сказали, что у нас 3,3, да? Получилось колбаска, но колбаска нам не нужна, поэтому мы идем вот сюда, и здесь делаем следующее. Нет. Вот тут мы говорим Ctrl-R. Сюда подвигаем. И здесь тоже говорим Ctrl-R. И сюда подвигаем. Таким образом мы заостряем эти концы. И если мы сейчас опять вернемся в объект Mood, мы видим очень красивую загогуринку, да? И сюда мы можем вставить все, что угодно. Так. Пум-пу-рум, пум-пу-рум. Ну что можно вставить? Давайте поставим такое вот простенькое что-то. Нам главное вот это было понять, как это делается, правильно? Вот. Теперь мы возьмем, допустим, конус. Вот этот конус. Так. Перевернем его по оси Х. Давайте сначала мы его... Так. Радиус. Вот там где-то радиус, да? Теперь, значит, радиус второй. Так, сделаем. Сверху можем смотреть? Давайте тогда что сделаем? Давайте вот это сразу поставим на Х. Ротейшнг по Х на 90 градусов. Опа! Не пошло. Назад. Придется нам так мутиться, да? Или, если мы довольны, сказать и плей. И плей. Всё. Теперь мы можем, конечно, смут сказать ещё и R по оси Х на 90 градусов. Вот. Перевернули. Потому что я более ничего не планирую. Вот это вот уже можно убрать. А здесь я хочу... Так, ну-ка. Ещё раз конус этот поставить. 77 метров. Сбоку смотрим. И двигаем. Так, нет, не двигаем пока. Пока. Уменьшаем. Нет, отпускай остаётся. Так. Так. Вот там где-то, да? В принципе, где-то так. Теперь я возьму G. Оставлю его сюда. Отлично. Так. Ну и... Теперь можно ещё раз посмотреть сбоку и потянуть его. Вот так вот. Так вот. Угу. Наша команда в том, что слишком большая SPZ, вот так мы должны сделать. и... Вот это... Вот это... S. Вот так. Поставим сюда, сейчас там у нас есть какие-то небольшие неприятности, поставим объект SetOrigion в 3D курсор, посмотрим эту перед сбоку и чуть-чуть повернем R, чтобы равномерно было, а это увеличим. Вот так. Ага. Ну и теперь еще мы скажем GitMod. Ctrl-R здесь поставим и здесь поставим Ctrl-R. А здесь сейчас вытащим, подождите, вот этот и вот этот, и скажем, что нам надо вот так сделать и привести к нему B. Всё. Отлично. Так. Здесь у нас встанет камушек, но не просто встанет. Нам нужно здесь плетеночку сделать. А плетеночку делать мы умеем, мне кажется. встанет. В всяком случае сейчас мы это попробуем. Ctrl-R тоже зафиксируем. Тут вот так. И выделим и чуть-чуть поднимем GpAZ. Вот так. Так. И здесь скажем Ctrl-R и сюда. После этого у нас будет отличное седалище. Посадочное кольцо. Так. Которое можно спокойненько сказать, что это Subdivision. Три. 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 Отлично. И в дополнение к этому сделаем ещё одну плетенку. Сколько времени у нас? 12 минут. Успеем. Так. Говорим, что play. Play. Невозможно. Хорошо. Вот так тебе нравится play, да? Всё. Так тебе нравится. Хорошо. А далее мы сделаем вот тут круговую плетенку. Для чего нам надо будет... Так. Сейчас я соображу. Вот это скрыть. Ну, дальше нам надо такую оплёточку сделать. Так. Shift-A. Circle. Ну, сразу маленькую сделаю. Вот такую. Допустим, да? Пока что вот так. Так. Shift-D. Переносим по X. Так. И этот G. Что-то я сказал не ток, мне кажется. GX. Вот так вот. Так. Теперь мы их выделили. Сказали Ctrl-Y. Не хочет, не надо. Пойдём. Join. Вот так. И сказал, объект обязательно не забыть. 3D курсор. Вот сюда он встал. Прекрасно. Далее мы берём с вами Shift-A. И, скажем, нам нужна вот такая циркля. Причём циркля должна быть, ну, чуть побольше, конечно. Потом мы всегда можем уменьшить, как захотим. Так. К этому мы применим модификатор Screw. Вот. Так. Применили. Здесь, скажем, раза 3. Вот так. Отлично. И теперь пойдём в другой модификатор. Называется Curva. И, скажем, у Curva есть Becerr-Curva. Но она встала неправильно. Видите? По этому по Y? Нет? Значит, по Z. Всё. По Z она встала. И берём интеграцию. Во. 100, да. И начинаем тут крутить вот этими двумя. Делаем закруточки вот такие. И получаем очень симпатичное колечко. Включаем вот эти два. Берём вот это кольцо. Вводим его наверх. G, Z. Если он начинает выделываться, то можно сказать E-Play. E-Play. И снова G, Z. Подняли. И уменьшили. Можем чуть потолще сделать. Вот так. Да? Далее. Простенько. Со вкусом. Как говорится. Далее нам остаётся. Далее нам остаётся. Далее нам остаётся поставить Doby. Добя. Это Shift-A. Это же Диамант. Почему-то названный Doby. Добью. Вот. Бриллиант Диамант. Мы его увеличиваем. Тащим его наверх. И так. С-с-с-с. Вот так. Наверх потащим G, Z. Ну конечно же уменьшим. Не без того. И ещё раз. Вот запихаем вниз G, Z. И смотрим. Если нас это устраивает. А нас это не устраивает. Устроит только вот тогда, когда встанет правильно. Так. И ещё чуть меньше сделаем. Вот так. И утопим. Да? Будет у нас утопия. Ну. Зипов готова. Вот такая утопия будет. Ну. Всё. Сейчас пойдём в KeyShot. Вот. Вот это выбросим кольцом. Так. Вот это у нас шинка. Да? Господинка шинка. Остальное это уже понятно. Мы сделаем это серебряное колечко. Вот это золотое. И здесь какой-нибудь цвет придумаем. Красный, допустим. Да? Вот так. Да. Как это делается, вы, наверное, помните. Да? Надеюсь. Делает это так. Во-первых, мы скажем, что мы сохранить хотим это делать. Как, допустим, это будет вот шинка такая. Окей. А здесь мы пойдём и скажем экспорт. Экспорт, скажем, вот. Wayfront. Здесь отметим три галочки. И скажем, да, мы экспортируем это. Сейчас он просчитает, он быстро просчитал. Идём сюда. Да. Тут у нас уже. Я тут наделал. Рендер наделал. Стоп. Надо убрать это дело. И сказать новое. Да? Новое. Квартируем новое. Новое. Это машинка, да, сегодня. Так. Вот оно, оно встало, это колечко. И мы её вот так повернём. Далее без всяких наворотов. Пока что. Мы пойдём с вами. Материалы. Материалы в металлах. Вот, вот. Мы возьмём с вами Гольд. И присобачим его вот сюда. Гольд. Полированный. Вот сюда. Раз. Отлично. И... Сильяр. Тоже полированный. Мы его поставим сюда. И сюда. Вот. А этот камень... Давайте посмотрим глаз у нас. Можем геймстол взять. Вот. Всё. Готово. Если мы не хотим, чтобы там проявлялось, как вот видите, отражение, да. Ну, так повернуть, что отражение не будет. Вот. То есть, вот так. Ну, то есть, это, ребята, уже на ваш вкус. Как вы захотите, так и поставите. Так. Ну, всё. На этом я закачал. Пока. Пока.